итак еще раз добрый день сегодняшняя тема нашего вебинара посвящена ранней профориентации в системе дошкольного и начального общего образования и так давайте начнем непосредственно сегодняшний вебинар я хотела бы начать с такого интересного как раз таки отрывка из всем известного стихотворения сергей михалкова что у вас с лесенки ответил вова мама летчик что ж такого вот у коля например мама милиционер а у толи и у веры обе мамы инженеры а у лёвы мама повар мама летчик что ж такого на самом деле смысл стихотворения вы знаете прекрасно посвящен тому что мамы разные бывают но все мамы естественно важны и здесь затрагивается тема профессии которая обсуждается детьми на во дворе и естественно многие из этих профессий не каждый ребенок в нашем сообществе знает а для этого также для вас непосредственно я загрузила такой скриншот атласа новых профессий который есть на официальном сайте непосредственно и вот буквально рандомно также сделала скриншот со страницы такой профессии как эксперт по здоровой одежде да как раз таки в этом атласе новых профессий представлен большое количество разнообразных профессий согласно вызову времени и если вдруг вам будет интересно то вы можете познакомиться с этим учебным пособием очень интересно предоставлен материал материал представлен именно такой забавный забавной игровой форме где герои непосредственно узнают о новых профессиях а вот вы например знали что существует эксперт по здоровой одежде именно такая профессия тоже регламентирована в этом атласе новых профессий и вот вводя такой небольшой экскурс как раз таки мир профессий конечно же мы сегодня с вами осветим информацию о каким образом нормативно правовая документация описывает профессии вообще понятия ранней профориентации каким образом закладывается на ступени дошкольного и начального общего образования формирования и развития профессии точнее ранней профориентации конечно же согласно приказу министерства образования науки российской федерации от 17 октября всем это известно что утвердили государственный образовательный стандарт дошкольного образования в том числе и для вас для удобства вашего здесь как раз расположен qr-код по фопам чтобы мы не забывали что естественно федеральная образовательная программа является ключевым таким вот звеном сейчас непосредственно системе как дошкольного образования начального общего образования и всех остальных ступеней нашего непосредственно образовательного процесса здесь представлен как раз таки скриншот об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования в том числе qr-код говоря уже о в госах позвольте сокращу все-таки да говоря в госах конечно же проблематика профориентации дошкольников она освещается во всех пяти областях развития личности но социально коммуникативное развитие больше всего раскрывает как раз таки целевой ориентир дошкольного образования как связанность профориентации где определено формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества конечно же не забываем о том что каждая область развития личности ребенка между собой взаимосвязана и естественно развивает целостно ребенка и вот выдернув буквально из нормативно правовой документации следующий пункт о развивающий предмет на пространственной среде хотелось бы прокомментировать что развивающая предмет на пространственная среда является как раз таки тем условием непосредственно формирующий уважительное отношение к профессии вообще закладывающий мотивацию профессии потому что когда ребенок например находясь на занятии слушает вас внимательно допустим вы как воспитатели рассказывайте интересные профессии какие они бывают разные может быть затронуть и такую профессию как повара допустим да возможно еще какие-то раскроете но занятие завершится и ребенок где останется конечно же в той среде которая непосредственно его окружает и вот эта развивающая предметно пространственная среда является как раз таки стимулом для развития положительного отношения к той или иной профессиональной деятельности естественно она отвечает определенным требованиям да это насыщенность среды которая должна соответствует возрастным возможностям детей в том числе образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания трансформируемость пространства то есть предполагается возможность изменения до предметно пространства пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации то есть как мы еще говорим порой вот существует такая вот как раз таки ситуация когда интерактивный какой-то материал создает и иногда обучающиеся в том числе даже вот педагоги считают что интерактивное значит наверное какой-то там с используем и к этой технологии это небольшое заблуждение потому что интерактив вообще переводится как взаимодействие то есть вот непосредственно во взаимодействии если ребенок может допустим на том же полотне использовать различные ситуации и их прокомментировать да то интерактивная дидактическая как раз игра она заключается в том что идет взаимодействие точно так же здесь то есть трансформируемость пространство обязательно должна быть под образовательную ситуацию подстраиваться до поле функциональность материал конечно же мы прекрасно с вами понимаем что широкая возможность разнообразного использования составляющих предметной среды например там детской мебели в том числе мягких модулей ширм все зависит от финансирования к сожалению не все образовательные организации имеют шикарное финансирование да и мы всегда с восторгом с восхищением смотрим на так скажем экскурсии когда проводят на таких вот интересных в ногу со временем образовательных организациях и конечно же есть момент такого небольшого угнетения что вот твоей школе либо в своем детском саду такого нет но ведь в наших руках создать эту среду тоже то есть мы можем непосредственно с обучающимися во взаимодействии с родителями да хотя бы из подручных материалов создать как раз таки приближенно то что детям нужно поверьте в этом возрасте они с удовольствием разглядывать книжки малышки которые часто выполняется из фетра например да почему бы не сделать например такую же книжку малышку связана с тема с темы допустим мир профессии где каждая непосредственно кукла вырезанная из того же фетра будет закрепляться на липучках а может быть на пуговица то есть здесь уже ваш как раз таки желание работать над тем или иным материалом безусловно подключать родителей нужно потому что есть необходимость того что родители должны видеть развитие своего ребенка во взаимодействии получается намного лучше потому что когда мы работаем так скажем тянем все на себе естественно существует своего версия своего рода версии что родители абсолютно не подключается конечно же родители законных представителей порой бывает нелегко подключить к какому-то роду деятельности но все же хотя бы какая-то часть обычно активно подключается и помогает ну допустим той же самой выполнение книжки малышка может они прекрасно умеют шить и вот развивающий предмет на пространственная среда включает еще несколько позиций а непосредственно это вариативно среды то есть наличие в организации или в группе различных пространств как для игры так и для конструирования и даже для уединения в том числе обеспечивает свободный выбор детей то есть дети периодически видеть видят сменяемость игрового материала да они обязательно смотрят их с удовольствием даже вот замечено свое время когда я непосредственно передала в детский сад некоторые игрушки которые позволительно чаще всего это сделан из пластмасса либо на приезд дерева потому что мягкие набивные игрушки в детских садах запрещается дабы аллергии могут вызвать из-за того что пыль собирает и было замечено что собственные дети которые были в детском саду к этим игрушкам начали проявлять больше интерес нежели когда вот дома они буквально там несколько месяцев и более просто находились таком так скажем в контейнере в пассивном состоянии естественно каждый ребенок в новой среде начинает иначе рассматривать ту или иную даже игрушку свою любимую возможно доступной среды доступной среды предполагает то что для детей в том числе с ограниченными возможности здоровья как мы еще называем с особенностями в развитии обязательно данная среда доступна сейчас как раз таки вида детей до по типологии все больше и больше в образовательных организаций присутствует и поэтому здесь нужно заострить внимание что среда должна быть не только доступной но и безопасной даже есть мы сами с вами понимаем такое такая как раз таки формулировка как безопасно образовательная среда конечно когда мы говорим о безопасной образовательной среде мы подчеркиваем в первую очередь что безопасно образовательная среда включает себя как психологический компонент такие компонент как раз таки физического плана и материального но безопасность как раз таки предметно-пространственной среды до предметно развивающей среды предполагает соответствую всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования то есть непосредственно для того чтобы использовать в той или мере если говорить уже о исторических предпосылках да к теме профориентации хотелось бы привести мнение как раз таки советских психологов например как лев семенович выгодский подчеркивал что старшим дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативного поведения то есть когда вот непосредственно ситуация да возникает того или иного рода к деятельности подчиненной социальным нормам и требованиям и очень эмоционально относятся к последним то есть к нормам и требованиям социуме конечно в этот период познавательного типа общения ребенка со взрослым на первый план выступает личностной то есть когда ребенок понимает каким образом общаться со взрослым да он проявляет нормы как раз таки непосредственно общение вот как мы например да приветствуем друг друга добрый день например обязательно говорим откуда мы и так далее то есть для того чтобы мы небольшую так скажем обзорную как раз картину составили друг от други да и вот приобретенные в этот период навыки самообслуживания опыт труда в природе допустим или изготовление подделок конструирование рисование естественно все как раз таки позволяет участвовать в делах взрослых потому что о навыках самообслуживания еще ранее говорила как раз таки и один из интереснейших педагогов марии монтесори потому что навыки самообслуживания нужны каждому обучающемуся то есть не только для детей с особенностью в развитии а именно для них мария монтесори начала создавать свою систему но и для детей так скажем норма типичных и естественно каждый допустим воспитатель говорит родителю либо законному представителю о том что ваш ребенок не умеет завязывать шнурки научите и вот родители думают что научится он сам когда вот упадет пару раз якобы научиться но нужно наверное создать условия чтоб ребенок научился потому что прилежное отношение к самому себе определяет как раз таки и ответственность в выбранной профессии и вот от выполнения отдельных поручений как раз таки старшие дошкольники уже переходит к выполнению постоянных обязанностей то есть например убрать свой игра игровой уголок или например полить цветы может быть даже почистить обувь допустим как варианта до элементарно например проснулись они после того как у них как раз таки дневной сон был да и дети иногда начинает с удовольствием убирать свою кровать но есть дети которые ответят а зачем мне убирать кровать и вы как взрослый начинаете объяснять зачем это нужно то есть эти все как раз таки обязанности являются таким базисом фундаментом для того чтобы вырастить как раз таки ответственную личность а более порядочную а ведь как раз таки ответственность и порядок является тоже важными качествами в профессии любой профессии какую бы там не выбрать и вот как раз таки постепенно переходя к моментам того что как можно описать профессии да здесь вот дается такой скриншот как для вас он представлен из учебно-методического пособия словарина тетрадь фатиховой лидии фаворисовны здесь предлагается изучать тему профессии как раз таки с помощью не только рассматривание картинок да допустим изображен здесь художник а почему ты решил что это художник например ребенок может ответить что здесь допустим у него есть краски кисточка вот он стоит и рисует что-то нужно еще задать вопросы допустим а если это летчик то он что делает летает например там на самолете а вообще допустим кто еще летает на самолете а вот ты например летал на самолете то есть как раз таки к жизненным моментам тоже его связать потому что часто дети запоминают как раз таки все что происходило в его опыте и из опыта своей жизни деятельности начинает щерпать информацию по поводу профессии ну например может быть он часто посещал допустим какие-либо мероприятия и летал на самолете с родителям естественно он знает что есть стюардессы есть например там понятие такой профессии как летчик может быть даже пилот а может быть он еще и вспомнит бортпроводниц как тоже которых называют еще есть параллельно стюардесс то есть есть момент того что ребенок всегда видит окружающий естественно для него опыт деятельности основывается на его жизни здесь конечно же представлено большое количество вопросов которые также позволяет расширить непосредственно о профессии если на далее как раз таки рассмотреть данную краски учебно-методическое пособие здесь представляется как раз и тема профессии например такими интересными ситуациями замечу что не каждый ребенок сможет определить сразу что здесь делают потому что часто мы видим допустим современных детей в гаджетах и естественно замечать что оказывается существует понятие там маляры или возможно каменщики или что-то там допустим строят либо например какая-то какое-то понятие как побелка и так далее это все для детей современного мира порой бывает чуждо и как раз таки для этого разбирается ситуация детально то есть например кто это тут делать предположили а почему например вот допустим эта женщина там например таким образом что-то там допустим делает до ребенок должен предположить естественно мы не можем ему прямым текстом ответе что здесь происходит если конечно же ребенок затрудняется то уже можно подсказать да а вот допустим может быть он видел как строит дом возможно он сам имеет опыт непосредственно как наблюдателя допустим его дедушка может быть папа является каменщиком как вариант да и каждый раз здесь вот предлагаются такие ситуации чтобы окунуться в мир профессии в мир как раз таки такой интересный который может затронуть различные роды профессии здесь для вашего как раз таки непосредственно ознакомление представлены уже реальные фотоматериалы как раз таки одного из детских садов города уфы и непосредственно здесь замечено было что детям очень нравится узнавать о профессии повара какие я сильные группе так и более постарше детки с удовольствием включали ситуацию когда нужно было разложить и правильно сервировать стол когда нужно было окунуться в эту профессию естественно дети помогали воспитателям конечно же преобразиться так скажем красиво им всем нравится это мы знаем что дети любят играть у нас да и поэтому здесь очень важно заметить что конечно же развивающая предметно-пространственная среда она должна соответствовать многим требованиям и здесь вот как раз таки мы видим элемент того как один из воспитанников осваивает как раз таки такую профессию как пожарный потому что есть некоторые нюансы что не все дети например знают что за такой вот огромный длинный шланг допустим существует в пожарной машине не все дети понимают что допустим какие традиции существуют в этой профессии да или например как называются предметы его одежды то есть каждый элемент развивает как раз таки ребенка для того чтобы не только погрузить в мир профессии но и в первую очередь развивать его мышление его речь то его память и вот поэтому области развития личности ребенка и целостно как раз таки и развивается обратите внимание на то что мы не только говорим например допустим это профессия такая как повар вот вы любите например там вкусно покушать а вы знаете что именно повар для вас готовит или допустим а вы знаете что ваша мама тоже немного повар но однако профессия у нее какая то есть каждый раз вы обращаете внимание детей на то что этим возможно родом деятельности и ваши родные знакомые конечно же занимаются но однако профессия есть такова что вы постоянно находитесь в этой работе допустим как вариант здесь как раз таки представлены тоже несколько фотоматериалов и далее постепенно переходя как раз таки к материалам в рамках преемственности начального общего образования хотелось бы подчеркнуть что естественно в при параллельном так скажем проведении между таким сквозным пространством между дошкольным и начальным есть много общего непосредственно то что воспитанник который непосредственно обладает широким кругозором да непосредственно имеет высокую мотивацию он постепенно уже более адекватно адаптируется как раз таки в школьной среде и здесь в рамках как раз таки обновления документов по линии министерства просвещения российской федерации также существует своего рода новинки да мы прекрасно с вами понимаем что фопы затронули не только дошкольной образовательной организации в том числе и как раз таки систему начального основного общего образования и среднего общего образования поэтому здесь для вас представлены как раз таки рекомендации от академии министерства просвещения российской федерации которые выделили в рамках внедрения системы менеджмента качества понятие стандартизации механизмов а именно определены были пять магистральных направлений которые закладываются для того чтобы вот здесь вот как раз таки более такой мелкого варианта представлен слайд следующий как раз таки слайд будет посвящен магистральным направлением вот одно из магистральных направлений как раз таки определено как профориентации то есть выбирай профессию да и интересно то что конечно же все это идет в таком единому непосредственно непосредственном пространстве в ядре когда не только согласно допустим нормативно правовой документации реализуется не только направление по профориентации но и все остальные сферы тоже и вот мы дальше с вами рассматриваем как раз таки рекомендации от министерства просвещения обратите внимание что в рамках окраски этих магистральных направлений реализуется целый цикл целая целая модель школы полного дня и в этой модели школа полного дня также будет деятельность связаны как раз таки по профориентации ну например всем наверное знакомо как раз таки понятие профпроп которые идут в рамках проекта билет в будущее непосредственно по четвергам было рекомендовано проводить как раз таки занятия по билету будущее начиная как раз таки со ступени основного общего образования почему потому что до этого постепенно дети начинают осваивать то то что происходит по линии профессии то но обратите внимание что все эти между собой магистральные линии широко распространяется на территории российской федерации да сейчас не каждую образовательную организацию включили внедрили так скажем пилотные проекты для того чтобы продемонстрировать детский сад самый например соответствующий эталонам непосредственно школы министерства просвещения таки проект называется школа министерства просвещения или например образовательной организации как сама школа то есть существует сейчас вот существует такого рода период адаптации когда каждый из нас понимает что всем этим магистральным направлением необходимо соответствовать и свои так скажем те или иные задачи разрешает в рамках естественно запросов и вот проговаривая как раз таки о этой модели почему я вам говорю еще раз целостно потому что мы должны с вами осознать что отдельно профориентацию допустим как ведущую до линию можно развивать конечно же в организации но они все идут по взаимодействию то есть допустим давайте вот обратим внимание на этот слайд так как существуют вот эти как раз таки такие магистральные направления магистральные линии можно еще назвать это блоки и виды разделы да как раз таки результаты вот проекты до выделяются по линии знания здоровья воспитание творчество профориентация учитель школьный климат образование образовательная среда казалось бы что-то вот возможно намешанное но все-таки когда мы с вами блоками смотрим то каждый из этих разделов отвечает непосредственно той или иной деятельности а деятельность заключается как раз таки в едином образовательном пространстве то есть ребенок развивается согласно единому образовательном пространстве здесь задействовано не только учителя но и конечно же директора их заместители обратите внимание да по профориентации есть такая позиция как тьютер по профориентации мы ведь с вами привыкли видеть тьютер это значит с ребенком у вас это с ребенком который предполагает как раз таки особенности своего особенности в развитии своего здоровья но никогда не думали что например тьютер может быть по профориентации ведь этимология слова тьютер этого понятия заключается как раз таки в сопровождении то есть ребенка сопровождают естественно мы понимаем с вами что если мы предполагаем сопровождение то значит сопровождение может быть и в рамках ребенка с особенностями в развитии в том числе и по профориентации поэтому здесь важно понимать что через пару лет ну я не скажу что через сколько точно но есть момент того что прогнозирую что через пару лет мы уже увидим все таки такую модель в рамках концепции школ министерства просвещения российской федерации где модель лидера образования будет прям широко освещена где охвачена будет как раз таки каждая из этих позиций но ведь на самом деле далеко ходить не надо мы прям вот видим сейчас уже в рамках этой концепции как все расписано и каждая концепция непосредственно реализуется просто нужно выждать время когда мы уже к этому адаптируемся том числе как свое время мы адаптировались к федеральным государственным образовательным стандартам но каждая образовательная организация успешно реализовала все задачи непосредственно первого в гос начального общего образования от 6 октября 2009 года и сейчас уже постепенно к обновлением уже фугос от 31 мая 2021 года реали реализует и новое так скажем введение принимается со спокойной душу я бы так сказал и вот смотрите что мы здесь еще должны заметить вот здесь конечно таким мелким шрифтом описан там вы когда уже непосредственно скачаете презентацию если вы это сделали да то обратите внимание что там прямо на слайде прописано что конечно же это профориентационное просвещение и здесь опять же мы снова вспоминаем про проект билет будущий который идет в рамках проектов как раз таки российской федерации обратите внимание что профориентация вот как раз таки профессию выбираю да если мы рассматриваем воспитание тут традиции храни создавай конечно же творчество это талант развивай здоровье это конечно же здоровье сохраняй если знание качество объективность знания добывать то есть и вот таких три кита существует да это учитель школьный климат образовательная среда естественно мы снова становимся на ту позицию субъект субъектных отношений когда мы понимаем что во взаимодействии с нашим обучающимся его родителями до законными представителями мы создаем эту образовательную среду тот школьный климат для того чтобы ребенок мог выбрать правильную профессию ну давайте сейчас вот например даже вспомним многие даже студенты которые уже учатся на определенном курсе начинает иногда задавать такого рода вопросы сомнительный характер а правильный я выбрал профессию особенно например по поводу там бывают профессии там например учителя начальных классов потому что прекрасно понимают что эта профессия имеет огромную ответственность трудоемкость да но безусловно важно замечать что эмоциональный отклик от детей от родителей он бывает разнообразно естественно уже в ходе практики начинает замечать студенты что возможно профессии это не по их душе но ведь когда выбрали профессию наверное нужно было задумываться для чего тогда он выбрал эту профессию и часто происходят такие вот ситуации когда пишут например заявление на отчисление да по собственному желанию я не скажу что прям вот большое количество происходит таких ситуаций допустим да в нашем непосредственно университете но есть такие моменты все равно то есть невозможно отрицать то что бывает такое но к сожалению таких моментах начинаешь задумываться что вот пару лет ребенок потратил впустую что он разочаровался в профессии от того что возможно он ее не понял и вот для этого существует профпроба которые как раз таки реализуются и в нашем университете непосредственно для того чтобы школьники уже на как раз таки раннем этапе могли понять все прелести и все нюансы той или иной профессии а у нас университет предполагает не только профили начального образования но и намного больше естественно каждый каждая группа которая посещает профессиональные пробы постепенно раскрывает все так скажем плюсы и минусы конечно же профессия безумно благодарна я бы так сказал да потому что эмоции все-таки это одно из является основанием непосредственно данной профессии конечно же а материальной поддержки возможно говорит не стоит мы каждый каждый из нас это понимает и вот как раз таки в этой ранней профориентации я бы заострила внимание на том что уважаемые коллеги то уважаемые непосредственно слушатели когда ребенок уже в детском саду начинает проявлять любовь к профессии допустим космонавтом может быть он там блогером хочет стать возможно он хочет стать например там президентом кто-то хочет стать модельером кто-то библиотекарем может быть учитель а может быть как вы воспитатели нужно естественно постепенно раскрывать так скажем горизонта для того чтобы ребенок мог познать эти профессии все больше и больше и по и выбрать безусловно здесь велика конечно же вероятность того что родитель порекомендует вот как раз таки уже на грани 9-11 класса порекомендует выбрать тот или иной университет колледж порекомендует выбрать ту или иную профессию потому что родитель все таки как-никак является авторитетным лицом но ведь мы как непосредственно педагоги которые создаем эту среду тоже можем погрузить ребенка не в эту образовательную среду развивающую которая непосредственно возможно повлиять на его решение и возвращаясь как раз таки к федеральным проектам министерства просвещения российской федерации обращая внимание на то что именно в рамках проекта успех каждого ребенка существует как раз таки вот этот под проект билет в будущее о нем сейчас вот следующий слайд будет онлайн уроки в рамках краски проектории и юность россии смотрите то есть опять же обращая внимание что понятие профориентации она не заложено было вот прямо вот сейчас и например мы понимали что раньше допустим девятом классе иногда то или 11 классов мы писали там своего рода тесты тесты климана обычно да и был момент того что вроде бы как мы понимали какой сфере себя можем отнести но вот вспомним наши далекие так скажем годы школьные как раз таки пример таки был но тогда никто не задумывался о том что можно организовать там профессиональные пробы во всех допустим образовательных организаций которых есть на территории либо например организациях вообще предприятиях я в свое школьное время помню что мы ходили допустим да на предприятие как раз таки авиационного непосредственно выпуска но есть момент того что абсолютно большинство конечно же не пошли работать допустим там в авиацию и так далее но однако интересно вызвал вызвало это непосредственно мотивацию к тому чтобы хотя бы заинтересоваться этой профессии и вот билет будущее является как раз таки это следующий слайд вот обратите внимание здесь также есть этот qr-код для вашего удобства что вы могли посмотреть профориентационный проект который направлен на раскрытие талантов да и на осознанный выбор карьеры проект этот посвящен еще раз возвращаясь как раз таки в рамках направления успех как раз таки каждого ребенка да он помогает лучше ориентироваться мире профессии естественно для вас данный проект знакомый я очень надеюсь что ваша образовательная организация сотрудничать и взаимодействует с этим как раз таки проектом здесь порой возникает как раз таки тесное взаимодействие и заместителем директора допустим советниками директоров по воспитанию потому что опять же выбор профессии он ведь зависит от воспитательного характера не всегда дети еще раз подчеркну выбирают по желанию своему порой например да считается что ребенок например там должен продолжить допустим династию например там биологов и ребенок посещает занятия по биологии по химии дополнительные но к сожалению не тянет его в биологию но например абсолютно другую профессию хочет выбрать просто этой ситуации как раз таки реальной практике когда у ребенка просто возникал огромный диссонанс а у него была депрессия он испытывал стресс когда поступил на первый курс и потом естественно родители увидев это его перевели непосредственно другой факультет то есть есть момент того что мы порой как родители а я знаю прекрасно что мы все люди взрослые возможно большинство из вас родители так же как и я хотим увидеть в ребенке как раз таки продолжение до свое продолжение то есть когда мы например нам нравится допустим шить мы думаем ну вот наверное он тоже будет там дизайнером либо дизайн одежды либо может быть там например там будет что-то еще выполнять как раз таки а может быть ему нравится вам точнее нравится рисовать и вы предполагаете что это будет творческая профессия у вашего ребенка но нужно задуматься что не все художники не все же так любят прекрасно шить и получается не у всех же получается например там декламировать допустим да или возможно там создавать красивые мультфильмы а может быть создавать как раз таки пространство для каких-либо каворкингов то есть нужно ощущать все таки личность его душу и вот как раз таки проект билет будущее помогает раскрыть для ребенка там есть огромное количество вкладок если интересно познакомьтесь пройдите по qr-коду либо возможно уже знаете и вот помогает как раз таки раскрыть возможности формирует готовность профессиональному самоопределению ведь понятие профессиональное самоопределение является очень глубоким здесь данная категория широко рассматривает что такое самоопределение то есть ведь от этого зависит многое насколько личность будет чувствовать себя уверенно комфортно а в социуме от этого конечно же зависит полностью его как раз таки судьба его траектория развития индивидуально и конечно поддерживает построение маршрута к своей профессии здесь как раз таки рекомендации дается по итогам тестирования участие в практических пробах после того как заполняются эти тесты и вот переходя постепенно к вывода я здесь выделила буквально несколько таких блоков понятия ранее профориентации да что это такое ранняя профориентация предполагается как раз как процесс процесс при котором происходит первоначальное знакомство детей с профессиями подготовка ребенка к тому чтобы он свое время смог смело вступить самостоятельную жизнь и конкретно выбрать свой путь профессиональной деятельности конечно же большое количество диагностического инструментария существует по профориентации но например всем известная еще раз говорю как раз таки это методика профориентационный опросник климова где личность может согласно выбранным своим ответом определить как раз таки какой больше среде он себя относит да также есть диагностическая методика унтаевой представление о труде взрослых есть также существует и тест по модели как раз таки голланда и карта интересов но обратите внимание что многоточие здесь стоит не зря потому что диагностический инструментарь на самом деле широк и его количество расширяется все больше и больше потому что современное общество да видит что дети нуждаются в ранней профориентации потому что ребенок на я так уж назову ребенок даже если ему 15 лет 14 лет а мне не знаю 18 лет к сожалению не совсем может правильно выбрать профессию по душе по миру ощущения вот я знаю что вот например у меня у ребенка допустим до в третьем классе многие уже мечтают стать блогерами и они пытаются снять ролики они пытаются снять как раз таки какие-либо там как вы как раз таки сленги называются трендовые различные вещи да и для чего это нужно но никто ведь не задумывается из них ту сторону как раз таки блогерство да что могут быть комментарии на которые нужно ответить правильно что эти комментарии не всегда могут быть положительные что на это нужно дать правильную реакцию что естественно ты должен своевременно выкладывать все эти видео до паблики так далее что возможно нужно как раз таки иметь ввиду что буквально все освещается из твоей жизни что ты должен четко держать границы а ведь мы видим что лайки миллионные просмотры допустим да красивую такую картинку где конечно же знаменитый например какой-нибудь там человек говорит о своих там допустим не знаю там любимых там делах возможно даже книгах и так далее то есть существует в любой профессии плюсы и минусы и вот рекомендуется рекомендуется как раз таки об этих плюсах и минусах рассказать заметить с какой допустим игрушка любит играть ребенок каким может быть как раз таки материалом ему проще любит ли он монотонную вид монотонный вид деятельности а может ему абсолютно не нравится и ему как раз таки больше дает положительных эмоций когда он взаимодействует когда он общается когда он сам что-то рассказывает вот здесь очень важно как раз таки наша рекомендация стороны педагога потому что как педагог мы можем рекомендовать как раз таки нашему непосредственно родителю который постепенно влияет повлияет точнее на ребенка при выборе профессии естественно если вы видите что дети допустим любят там играть куклами часто многие так скажем да и как раз таки считают что если ребенок играет с куклами то он больше управленческий как раз ки склад имеет мышление то есть он учится как раз таки управлять то есть вот например эта кукла допустим я не знаю там зина вот эта кукла например там маша тут вот кукла паша вот они пошли туда-то и выстраивается целая ситуация ведь порой родителям или законным представителям не всегда удается уделить внимание своему ребенку а вот уже в образовательной среде когда он находится в детском саду либо в школе именно мы именно педагоги как раз таки воспитатели до педагоги дуб образования педагоги которые являются классными руководителями замечаем что оказывается вот у этого ребенка то пристрастие такое как раз не знаю восхищается когда он играет с куклами кто-то любит конструкторы кто-то любит пазлы кто-то любит читать кто-то просто сидит там на диване вот возьмет книгу в руки у меня старший ребенок такой и все он ушел в эту книгу все я порой бывает так что отдергиваю и начинаю переспрашивать потому что кажется что то ли зачитывается ребенок настолько сильно то ли он просто своими мыслями где-то и ведь пересказывать чуть ли не наизусть то есть настолько бывают разные типы личности что только мы как непосредственно до можем повлиять и создать эту среду и постепенно уважаемые слушатели завершая наши сегодняшние интересные как раз таки тему по профориентации на самом деле является такое актуально лишь потому что еще раз повторюсь дети вот сейчас часто там например говорят если я в свое время хотела быть космонавтом то они задумываются зачем в космос лететь там же далеко лететь там кушать не дают то что сейчас я на при свое время вообще не задумывалась что-то дадут не ту еду я хотела в космос то есть желание что хотела космонавтом а сейчас например говорю же блогерами многие хотят стать вот снять ролики и так далее и завершая данная наша как раз к тематику наш вебинар словами одного из великих педагогов сухарманский василий александрович который говорил что без игры нет и не может быть полноценного умственного развития игра это огромное светлое окно через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понять именно в игре а игра вы сами знаете ведущую деятельность как раз ки дошкольников то есть воспитанников детского сада воспитанника как раз образовать организации где каждый ребенок может через игру продемонстрировать свою раннюю профориентацию то есть свою любовь профессии свой интерес мотивацию вот именно оттуда все и начинается потому что ребенок еще раз говорю проявляет себя в игре и поэтому я желаю чтобы вы замечали все больше и больше потому что мы можем хотя бы рекомендовать не настаивать но рекомендовать мы можем и возможно решиться чья-то судьба и далеком будущем этот ребенок выберет правильную профессию обязательно и обратите внимание что конечно же повлиять не всегда получится на всех но хотя бы на одного точно я благодарю вас за внимание если есть вопросы рада буду ответить так вопросы были тут только в рамках презентации сейчас вам организаторы объяснят еще раз как можно скачать презентацию если нет вопросов я так понимаю что вопросов нет еще раз благодарю вас за внимание и желать